Все, что может сделать государство, муниципалитет, оно называется предоставлять льготы и преференции. Льготы по аренде, льготы по налогам, льготы по лизингу, льготы по созданию бизнес-планов, помощи. Все льготы и преференции. И вы обратите внимание, что большинство докладов говорит о том, что все хорошо. Знаете почему? Потому что уже трудно. Водофонин молодец, он придумывает, сидит схемы, что еще можно втолкнуть в эту корзинку, которая называется льготы для бизнеса. Ну и придумывает, и вталкивает. А вот правой корзинкой, а их, понимаете, всего две, нету третьей. Льготы и преференции, либо доступ к закупкам и продажам регулируемых организаций. Регулируемые организации, это там, где государство, муниципалитет может принимать регулирующие решения. И то, что мы сосредотачиваемся все всегда и всюду на левой корзинке, ну кажется, уже все бизнес насытился. Уже десятки тысяч людей получают льготные субсидии, уже десятки, сотни тысяч предпринимателей получают льготы по аналогам. Когда я был молодым, и была коммунистическая власть, то была такая шутка подпольная, антисоветская. Спрашивали, что постоянно происходит вокруг нас, а мы этого не замечаем. Ответ звучал так. Рост благосостояния советского народа. Все они уноситывались, но мы его не замечаем. Сейчас эту шутку говорят, что происходит вокруг нас, а мы не замечаем. Помощь малому бизнесу. Все говорят о помощи, а мы ее не замечаем. Вместо смеха тут должны быть аплодисменты. Я это говорю почему? Ну вот, 13 лет моей жизни президента у Казани. Особенно сейчас, когда Артем Алексеевич стал министром экономики. Несколько глав, я их по пальцам могу перечислить, один год сидит один из этих глав, которые действительно поняли, я их даже считаю, что я про вас там пальцем показал, я их извините, которые поняли, на самом деле, надо заниматься второй финансовой. И когда 13 лет назад, тогда премьер-министр, президент наш Усам Мургалевич Мениханов сосредотачивал вот на этом, обеспечить доступ, он мне сказал. Вы знаете, нам повезло, что одна из пяти федеральных электронных торговых площадок, я подожду человек, надо срочно поговорить по телефону, я ей мешаю. Одна из пяти электронных торговых площадок федеральных, заказ zaraev.ru, это площадка, созданная в Татарстане, созданная в нашем агентстве, и вокруг нее мы сделали вот эту ромашку, что, собственно говоря, такое обеспечить доступ? Это учить и информировать. Учить и информировать. Я согласен с тем, что сейчас говорил Игорь Рейш, у политологов есть такой термин, ядерный порог. Это когда человечество получает инструменты технологические, но еще идеологически не готово их применять правильно. Ядерный порог, это когда бросили бомбу на Хиросиму, на Гасаки. Человечество столкнулось с проблемой, что технология есть, а понимания нет. Это так глубоко. А у нас на самом деле, понимаете, у нас нету навыков. У большинства предпринимателей нету навыков. Как это сделать? Как работать? Мы сделали один из ресурсов. Он называется SMB, Small Medium Business. ТОТИС, нашей большой системы, ТОТИСовской. И он состоит, собственно, из двух разделов. Вот этот раздел основных. Там много всего. И все то, что описывал Афонин, там есть документально. И выход на бизнес-навигатор, который, наверное, нужен. Я не знаю. Только через него можно узнать, тебе парикмахерскую ответ. Потому что сам ты же не знаешь. Навигатор тебе подскажет. Наверное. Ну, я не знаю. Не буду оценивать. Вот этот раздел информационный. Подпишись. Бесплатно все. Устану Афгалиевич платит за то, чтобы это работало. Не только для татарстанских, но и для всей России. Подпишись. Стань резидентом. Скажи, я выпускаю стаканы, микрофоны и кликеры. Где в России вчера возникла потребность в стаканах, микрофонах и кликерах? Или хотя бы не во всей России, а в Калининграде, в Волгограде и Владивостоке. Моя почта такая. И будет тебе на почту каждый день приходить вот эта опубликованная потребность. И с официального сайта России, и еще с 37 узловых ресурсов гигантских предприятий. Там Росатом, Ростех и так далее. Вторая часть. Это наши университеты. Наши семинары. Агентство госзаказа. Вместе со специалистами Минэкономики Патерстана. Каждую среду и четверг в 11 часов в Большом зале Министерство экономики. Проводят семинары для предпринимателей. Как на кнопки нажимать, как документацию составить, как участвовать. Информируй и обучай. Информируй и обучай. И даже видеоуниверситет. Ты можешь заказать там тему. Там размещены ролики, как работать. Но ты можешь написать там. Ребята, я хочу узнать комментарий по 31 статье 44 закона. И наши люди прочитали. А вот смотрите. Вот эта схема. Вот я сказал. Скажи, что ты выпускаешь. Закажи рассылку. Тебе рассылка будет приходить. Ну, всего 9 тысяч. Ну, сегодня будет ровно 10 тысяч. Вот, Артем Алексеевич, мы вернемся, будет ровно 10 тысяч. Я вчера выходил на 9,976 с приростом в 30 человек в день. Ну, и всего 10 тысяч. Ну, правда. Из 6 с лишним тысячи татарстанских вот смотрите, я вывел на экран а сколько подписок. То есть ежедневно мы рассылаем вот только в Татарстане 32 тысячи информационных сообщений по этим адресам. А результат? Есть результат. Я даже в другой раз не верю, когда гляжу в эти цифры. Неужели я говорю? Но даже 16-й и вот начало 17-го года, первый квартал, в Челнах заключили предприниматели Челнов. И в Челнах, а предприниматели Челнов заключили в России контрактов на 19,700. Ну, и в Нижнекамске на 4 миллиарда. Сейчас Эйдар Ильич сказал, ну, спасибо, получили 24 миллиона рублей помощи, а то, что 4 миллиарда контрактов заключили, с них налоги выплатили, в парикмахерскую пошли, те, кто зарплату получили. Вот ресурс, который, да, вернувшись вот к этим цифрам. А представляете, сколько есть предпринимателей, которые бы могли совершенно бесплатно воспользоваться вот этим, научиться и принять участие в закупках регулируемых организаций. Вот это наша федеральная площадка и цифры по ней. Вот это наша 223-я площадка и цифры по ней для закамской зоны. Ну, смотрите, на 223-й и сей закамской зоны только 5-я. Это плохо, господа. Никто вам, бизнесменам, не принесет на блюдечке кредитную карточку золотую с безлимитным снятием. Бизнес – это тяжелый путь. Я сам директор, я знаю, что такое бизнес. А уж те директора, которые тут сидят, значительно больше знают. Но если вы хотите чего-то заработать, то работать надо. Просто работать надо. Никто же не принесет. Мы не можем регулировать деятельность домохозяйства. Да, нету разговоров про парикмахерские, фитнес-залы, столовые частные. Я говорю только о доступе к закупкам. Знаете, сколько уходит на сторону Татарстана? Более 35% денег регулируемых заказчиков, регулируемых организаций уходит за пределы Татарстана. Не востребовано вами. Ленитесь, не умеете, не хотите, ноете. Четыре глагола. Попробуйте поспорить с ними. Цифры вот эти. А смотрите дальше. Мы запустили биржевую площадку. Это такое идеал. Я много лет занимаюсь этим. Да, и считается, что я что-то в этом понимаю. Мы сделали площадку совершенно другого типа. Сейчас вот, если кто будет участвовать у нас в секции, я буду о ней говорить. Упростили, обеспечили доступность, изменили, отменили для площадки 26-ю статью закона. Нашли способ. И 31-ю статью. Это две статьи вредные. Я говорю это со всех трибун. 26-я статья федерального 44-го закона говорит, я против малого бизнеса. 31-я статья говорит, я против поставок качественной продукции в госзаказе. Две вреднейшие статьи. Их отменять надо. Ну вот сейчас опубликовали вчера постановление правительства. 14-го числа Медведев подписал Дмитрий Анатольевич постановление о том, что идеология госзаказа передается из Минэкономразвития в Минфин. Не знаю еще, кто будет заниматься в Минфине, но знаю, что это будет лучше все равно. Хотя мы будут слушать людей с земли. Когда вот мы говорим, отмените 26-ю, измените ее. Откройте бизнес с ума вам доступ к закупкам. Ну это для специалистов, но поверьте мне нас. А вот смотрите, значит, на этой самой площадке цифры. И построй материалы по продуктам питания, по прочим. А вот сюда я свел. Вот смотрите. 15, 10, 5 участников. Где остальные? Даже по рассылке их там в Нижнекамске, ну в Челнах мне виднее, 600 штук организаций получают рассылку, подписаны. А на бирже принимают участие 15. Остальные где? Чего ждут? Дорогие мои. Ну правда есть, и даже сейчас пользуюсь там нашей давней договоренностью, что мы в Нижнекамске пробуем все первое. Ну в Альметьевске мы попробовали первое строе материал, но все остальное в Нижнекамске. Вот и мое предложение. Может быть действительно мало продуктов питания. Ну Нижнекамск не такой сельскохозяйственный район, может быть, не знаю. Ну мало народу участвует. Давайте распространим биржевую площадку в Нижнекамске вот на эти сектора. и подтянем народ, дадим людям заработать. Дадим людям заработать. Я сейчас могу ответить и согласиться, а сказать о том, что мы в этом заинтересованы. Поэтому будем... Как я говорю, получится в Нижнекамске, все пойдут уже дальше. Мы в этом заинтересованы, поэтому принимайте. Спасибо большое. Ну и чтобы на прощание я хочу сказать. Меня на самом деле эта женщина очень радует активность Беляева. Меня радует, что он... Не испортится человек. Нет, нет, нет. Когда начнем портиться, я так же стрибуну и скажу. Но то, что он не дымеет... Ну поздно заменим, черт. Он не дает покоя моим людям. Мои люди жалуются на него. Это лучшие отца. Все. Всем спасибо. Извините за несколькие эмоциональные...